Всем большой привет, дорогие друзья! С вами Раил Арсланов и это Хижина Музыканта. В это пасмурное осеннее утро мне хотелось бы открыть новую рубрику, которая будет связана с обзорами новых музыкальных альбомов. Первый выпуск данной рубрики я уже сделал на своем основном канале. Ссылочку на первый курс я оставлю в описании под видео, чтобы вы посмотрели, оценили первый выпуск, где я обозреваю альбом группы «Звери. Страха нет». Какова суть данной новой рубрики, ребята? Она заключается в том, что я беру новый альбом музыкальный, прослушиваю его и делюсь с вами своими впечатлениями, своим мнением об этом альбоме, то есть делаю музыкальный обзор, как человек, связанный с музыкой, как меломан. Поэтому сегодня будем обозревать новый альбом группы «Сплин» «Ключ к шифру». Сразу скажу, что данный альбом нужно прослушать несколько раз, чтобы опять-таки целиком оценить его по достоинству. После первого прослушивания я его не совсем допонял. Я понял, что он какой-то психоделический, какой-то непонятный. Но после второго-третьего прослушивания я его оценил по достоинству. Песни из нового альбома очень сильно отличаются от предыдущих песен. Этот альбом пропитан космическими, мистическими звуками. Я бы его отнес к жанру спейс-рок или пост-рок. Ну, все, что связано с приставкой «пост». Потому что в этом альбоме очень много черт, присущих данному жанру. Спейс-рок, пост-рок – к этим жанрам. Сразу хочется сказать, что альбом довольно тревожный. Он пропитан каким-то паническим, серьезным и грустным настроением. Это ощущается в песнях «День за днем», «Тревога» и «Земля уходит из-под ног». Вот в этих песнях вы сможете ощутить действительно тревогу. Вот я, честно, ощутил. Наверное, это одна из причин, почему я бы назвал этот альбом каким-то психоделическим. Еще хотелось бы отметить, что альбом получился довольно авангардным и нестандартным. То есть мы привыкли к стандартному звучанию песен, там куплет, припев и так далее. Но здесь нарушается в кое-каких песнях ритмика, то есть пульсация не на 4 четверти все время идет, а на 6 четверти бывает, как в песне «Пирамида», например. Имеются новые звуковые эксперименты, авангардные фишечки, которые я заметил в этом альбоме. Своей авангардностью и нестандартностью меня удивила песня «Череп и кости». Ну, возможно, для кого-то эта песня не такая авангардная, скажете, там, что только сейчас не сочиняют, но для группы «Сплин» данного вида песня очень нестандартная. В основе песни лежит партия ударной установки, вот этот ритм, который длится до конца песни. И на фоне вот этой ударки Васильев читает свою поэзию. Она написана в виде монолога с Богом. Опять-таки затрагиваются вопросы бытия, веры, смерти. Очень интересная тема, послушайте, когда первый раз прослушал, удивился. Звучит удар, вот, да-да-да-да-да-да-да-да. И на этом фоне Васильев читает поэзию. Читает именно, не поет, а именно читает. Говорит, то есть, получается. Хочется сказать, что тема-то серьезная. Диалог с Богом, а тут в основе лежит такая активная ударная партия. Ну, вот в этом и изюминка данной песни. Альбом получился интересным и нестандартным за счет чего? За счет того, что в нем использовалось много других музыкальных стилей и жанров. Например, мне хотелось бы отметить отсылку на жанр русской народной песни. Прикиньте, в их альбоме даже есть такая песня в этом стиле. Она называется «Медный грош». Можете прослушать. Она тоже необычная. За счет чего? За счет того, что в ней нет музыки, по сути. В ней есть голос акапелла. То есть, Васильев поет свою песню в стиле русская народная песня. Васильев там в песне интонирует мелодию так, что она действительно похожа на традиционные песни русского народа. Как я уже сказал, звучит там голос Васильева, акапелла. Сверху постепенно в традиции русских песен наслаиваются сверху еще другие голоса Васильева. И получается такой вот хор голосов Васильевых. Как уже сказал в самом начале, альбом овеян космическими и мистическими звуками. Это помимо того, что использование пада и атмосферы в песнях, используются такие инструменты, как вибрафон. Как раз таки дает оттенок космического звучания. Это вы можете услышать в песнях «Джа играет джаз», «Кит», «Нам, мудрецам» и «Небесный хор». А в этих песнях очень сильно прослеживается стиль спейс-рок. Ну, на мой взгляд, ребята, на мой взгляд. Хотелось бы отметить, что за счет такого звучания новый альбом группы «Сплин» очень схож с песнями группы «Радио Хэд» и «Кулплей». Я очень люблю эти группы. Звучание просто космическое. Я люблю такое звучание. Действительно настоящий пост. Это совсем неплохо, друзья, то, что есть сходство с зарубежными группами, со звучанием зарубежных групп. Пост-панк и пост-панк всегда удивлял меня своим звучанием. Очень приятное звучание. И если группа «Сплин» будет продолжать работу в этом направлении, я буду только рад. Альбом имеет концепцию, конечно же. Как уже было сказано, в песнях затрагиваются философские вопросы. Бытия, жизни, смерти, веры, религии. Васильеву уже 47 лет. Я думаю, не зря его песни овеяны таким настроением. Прожита уже первая половина жизни. И не мудрено, что его мучают такие вот вопросы. Такие темы встречаются во многих песнях из этого альбома. Например, выделю такие песни, как «Путь на восток», песня «Нам, мудрецам», песня «Черепи, кости» и, конечно же, песня «Реквием». Песня «Реквием» меня затронул тоже. Она начинается со слов «Мама больше не позвонит». Когда я слушал эту песню, я почувствовал, что я буду ощущать, когда это произойдет, данное событие произойдет со мной, данная трагедия. То есть, Васильев смог действительно очень умело передать все свое душевное состояние в этот момент. Ну, друзья, и в заключение мне хотелось бы подчеркнуть те самые песни, которые больше всего понравились мне в альбоме. Эта песня, она была так прекрасна. Также написана в каком-то старинном стиле, по типу «Серенада», «Романс». Очень понравилась песня. Тоже интересная. Я бы отнес также к отсылке к традициям. Ну и больше, больше всего, друзья, знаете, какая песня понравилась? Песня «Пирамиды». Да, я ставлю во главе, эту песню во главе альбома, потому что она получилась очень удачной, очень красивой и неординарной. Поэтому сейчас, в конце данного ролика, по традиции, исполню любимую песню из альбома. А любимая песня из нового альбома группы «Сплинк Ключ к шифру» это песня «Пирамиды». Всегда так будет, друзья, когда буду обозревать новый альбом, буду исполнять из этого альбома какую-либо песню. Поэтому на этом с вами прощаюсь. С вами был Раиль Арсланов. Если хотите получить больше разборов на другие новые альбомы, оставляйте свои заявки в комментариях. Конечно же, сразу скажу, что я не слушаю большинство музыкальных групп, которые вы и слушаете, друзья. Но это не значит, что я не сделаю альбом на них, если вы предложите. Будет время. Если альбом понравится, я обязательно его буду обозревать здесь, на канале «Хижин музыкант». Поэтому, чтобы не пропустить ни один разбор песни, ни один обзор нового альбома, ни один кавер, подписывайтесь на музыкальный канал «Хижин музыканта». Именно здесь вы сможете найти всё, что вас интересует в плане музыки. Ставьте лайк, если данная рубрика вам понравилась. Лайк будет означать то, что рубрика вас заинтересовала. И я буду продолжать снимать для этой рубрики новые ролики и обзоры. Ну а теперь я исполню песню «Пирамиды». Прощаюсь. Пока. И все молк и голоса И закрываются глаза Все спят и даже солнце Ночью тоже спит Над нами кружит ангел наш Нам все перечит за мираж Одни песни кругом Мы в тень от пирамид Над нами кружит ангел наш Нам все перечит за мираж Они песни кругом Мы в тень от пирамид Укрытые с головы торпят Все люди смотрят с них и спят А где-то солнце под них Мается зимний Над нами кружит ангел наш Нам все перечит за мираж Одни песни кругом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok